Аниме для неудачников. Громкое заявление от Солика, давайте-ка узнаем, что за этим заявлением скрывается. Аниме для неудачников. К слову, смотрим на Бусти аниме. Не в смысле всё аниме в принципе, а конкретно... А, ну всё, слабо. Выдыхай, всё, выдыхаем. Вот это. Ибо если бы и был копиум для неудачников, то... Боже мой, я получил читерские способности в другом мире. Ооо, то самое аниме, которое называется длиной в жизнь. Ну, название такое, как бы огромное. Я получил читерский. Господи, тут аж... Мне кажется, мне нравится, что есть основное название, двоеточие, и ещё и раскрытие этого названия. Стал экстраординарным в реальном мире история о том, как повышение уровня изменило мою жизнь. Пускали бы по газопроводу. Мне нравится в оценке 6.35 и... Описание. Нормально. Уже ли это настолько жалкий китайский мультик? Нет, 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 ни в коем случае. Он ещё хуже. Ну чё, парни, 0 из 10? Ха-ха-ха, поехали. А потом появился заяц. Это был божественный заяц. И он заставил тренировать героя самый... Ха-ха-ха, прикольно нарисован заяц. Главный приём. Пинок. Пинок? Буквально пинок. Мол, этим приёмом можно убить даже бога. А в чём контекст? Ни в чём. Просто появился говорящий кролик, который сказал, что он посланник бога, и он должен научить достойного ученика супер пинку. И он... Ну, знаете, как будто бы, в принципе, в рамках аниме пока что. Вы никогда не использовал? Нет, он его никогда не использовал. Это был просто кошмар. Вы можете мне помочь? Я? Нет, я пришла на фотосесс... А я тут, в очереди сижу, да? Фотосессию. Всё? Это и была фотосессия? Что мне тогда делать? Тебе бы обратиться в сервис, ясно? Сервис, ясно. Ха-ха-ха. Интеграция. Вот она, собственно. Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Я много разбирал плохих историй, но это... Это мне особенно омерзительно. Ибо в ней всё настолько неправильно. Она настолько бездарная, что я не могу об этом молчать. Давай. Ну давай, выплесни. Всё это на нас, Олик. С самого начала. На девушку нападают гопники. Главный герой заступается за неё, огребает и уходит домой обиженный. То есть первое, что мы узнаём про героя, ни его имя, ни его статус и положение в обществе, а тот факт, что если кому-то надо помочь, то он обязательно придёт и поможет. Ладно. Нормально. Ну то есть он храбрый, но он пузька. Ну то есть он храбрый, но он пузька. Он храбрый, но пузька. Храбрый. Так, ладно, от чистоты произношения этих слов как-то понятнее не станет. Давай двигаться дальше, Солик. Пузька. Храбрый пузька. Сука, сценаристы, что с вами не так? Вы узнали про сценарный приём «Спасите котика» и это единственное, что вы поняли из книг Блэка Снайдера? И я вижу на ваших лицах недоумение. Мол, это первые две минуты сериала, он ещё даже не успел начаться, а я уже на нём крест ставлю. Ладно. Хорошо. Давайте посмотрим первым. Ужасный дубляж сделал аниме легендарного, если какой-то видос. Мы его не смотрели. Вую серию. Если интересно, можем посмотреть. Если интересно, от Солика смотреть не только истории, мне прям вкатывает от него, конечно, истории в основном. Типа вот такие, которые прям в выпуске, посвящённые каким-то историям. Там шоу Трумана, космический пранк. Потом вот то, что мы последнее смотрели про несколько историй. Тоже какие-то, типа, страшные загадки интернета или как там называлось. А, не, ужасные истории из телевизора, по-моему, как-то так. Но, если интересно подобное ещё смотреть, потому что у него такое тоже есть, ну, можем попробовать. Сейчас вот заценим на этом конкретно видосе. Он заканчивает учёбу, его снова избивают одноклассники, оскорбляют брат с сестрой, он расстроенно возвращается домой и в пореве отчаяния и ненависти к себе разбивает зеркало и находит там тайную комнату у себя дома. Причём ванной. Ну, окей, допустим. Эта комната ведёт в другой мир, где есть небольшой домик и участок под защитой магии. Дом принадлежал к какому-то волшебному колдуну. Он изучает дом, как вдруг перед ним выскакивает ссаный геймплейное окно из же РПГ. Блин, какой же классный сериал. Он мне так нырая пошёл. Люто хейтит. Ну его в жопу вообще. Без смс регистрации. Ну стоять! Мать! Ну ты видела это? За такие клише на зоне почки опускают. Да хоть в очко, мне плевать. Блин, я мало аниме смотрел, поэтому, если честно, для меня это даже, ну, как бы, пока что нормально звучит. Мало смотрел, мало смотрел. В основном всё, что видел, вот мы на бусте, ребят, смотрю. Вот всё, что есть. А так в целом, наверное, кроме того, что есть на бусте, но я видел ещё, ну, тут две анимешки, две анимешки видел. Две запрещенных анимешки. То есть мы вместе смотрели, получается, клинок, мы вместе смотрели пилу сейчас в процессе. Ещё, и всё. Потом две запретки и на ворланд. Сел и продолжил обзор. Да что ж, с***, это такое. Итак, менюшка говорит, что... он находит разное оружие и прокачивается с ним. Знаете как? Он просто бегает с ним по кругу. Я не шучу. Что? Прокачка, как в Скайриме. Класс! Но! Это типа отсылка такая, что ли? Ему всё-таки попадается противник за непробиваемым барьером, которого он убивает имбовым оружием, тупо метнув его. Это всё равно, что гордится... Так, ладно, а к чему это всё ведёт? ...бистовом гноары из корабельной пушки. Это самое то для нашей размазни. После чего он возвращается в наш мир и поднятый им уровень, меняет ему форму тела и теперь он суперсекс-звезда с кубиками пресса. А ещё набранный опыт конвертируется в местную валюту и наша отрябка получает месячную зарплату. Что-то как-то слишком удобно всё. Вам интересно, как это происходит и чем это обусловлено, не правда ли? Нам не расскажут? Никак? Мне тоже. Итак, он идёт в школу, где его никто не узнаёт, а потом его находит та самая девушка, которую он спас. И она оказывается дочкой директора суперкрутой школы и она его пригласила учиться в заведение получше. Брат с сестрой... Почему это всё на самом деле даже не как аниме, если честно, звучит, а как сюжет какой-то дорамы? Корейской. Серьёзно. По-моему, это как сюжет какой-то реально корейской дорамы. Хотят снова оскорбить нашу тряпку, но девочка-то точно знает, что главное душа. И он идёт с ней в новую школу, а потом все хлопали и поздравляли его. Понимаете ли, главная проблема этого сериала заключается в главном конфликте этой истории. Его нет. Всё, его нет. Смотрите, самые близкие родственники издевались над ним из-за его внешности. Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю. Ну, я не спорю, между словами родной человек и хороший человек зачастую не стоит знака равенства. Но вот конкретно тут я прям не верю. Плюс в истории к нему относился хорошо только дед, который крекнул и оставил ему хату в Токио. Понимаете ли, эти детали истории, но они выглядят как скотч, которым склеивают машину. Типа, можно использовать болты и сварку, но можно и скотч, только такая машина далеко не уедет. Вот тут так же. Родственники у него плохие, чтобы, а, показать, какой он бедний, б, чтобы мы узнали, что родственники у него в принципе есть, но их никогда не будет в кадре, и в, у него своя хата, чекайте. Основная причина плохой жизни заглотоша, это его лишний вес и непривлекательный внешний вид. И стоило ему волшебным образом стать красавчиком, как все его проблемы решатся. Ага. Позвольте мне отправиться в 1988 год, чтобы на заднике только вышедшего фильма высказать свое мнение. Давай. Спасибо. Собака, ставшая человеком, не перестает быть собакой. Если ты самая вонючая тряпка, которую вытирает ноги, то никакая внешность тебя не спасет. Я не собираюсь отрицать, что внешность... Ну, с другой стороны, тут на самом деле все-таки нужно, ну, наверное, отметить обратное. Внешка, если, например, ну, то есть, это неуверенность и прочее, оно же может возникать все-таки из, исходя из, там, внешних каких-то, да, факторов. И если вдруг человек, например, ну, как, это же у многих так работает, по-моему, типа, если кто-то, допустим, кого-то вызывает как-то неуверенность, что-то не нравится, внутри коробит, там, не знаю, что-то в себе, они идут, там, что-то, например, исправляют в себе. И исправив это, они, в принципе, ну, это добавляет им уверенности, да. Как бы внешне... Не стоит недооценивать, скажем так, внешние факторы. Они все-таки в плане уверенности как-то внутреннего, там, стержня, не знаю прочего, они могут повлиять, типа, поменять человека. И даже его поведение могут повлиять. Ну, типа, как бы, если он внешне стал каким-то суперкрасавчиком, теперь он... Ну, вначале ему, наверное, будет непривычно, наверное, вот, но со временем он к этому привыкнет и будет увереннее себя чувствовать. Мне кажется, это такое возможно, это может быть. Ну, есть, как бы, обратная сторона монеты. Есть люди, которым даже там исправление себя не помогает, потому что они просто не могут остановиться, понимаешь? Вот это тоже, как бы, есть, да. Это вот те примеры, когда мы видим странные вот эти вот пластические операции, которые до какой-то крайности доведены, там, как будто бы, человеку, знаешь, типа, ну, вот он не может успокоиться, то есть ему что-то все равно не нравится, потому что это что-то внутри, вот какая-то проблема есть, он пытается это исправить внешкой, но внешка, наверное, не знаю, там, не помогает это как-то, и он вот еще никак не может остановиться. Ну, вот это другой пример. Но при этом и первое, и второе могут, 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 как бы, существовать такие примеры и существуют. Я бы не сказал, что это невозможная ситуация. Нет, он мог поменяться, это могло его поменять, могло даже повлиять на его уверенность. Вполне себе. В обществе не имеет значения, но зачастую обычной гигиены, свежей одежды, капельки парфюма и толики, вкуса в обнимку со знанием обыденного этикета вполне достаточно. И вес, это не рост. Не, ну, вполне достаточно для чего, смотря. Смотря для чего. Смотря для каких целей. Просто, чтобы быть, там, в обществе, существовать, и чтобы тебя нормально воспринимали, да, вполне, чего бы нет. Но, да, тут все равно твое поведение, твой характер, твоя суть, она тоже играет очень важную роль, потому что, ну, как бы, опять же, смотри, какие цели ты ставишь, короче. Опять же, даже в плане девушки и женщины, ну, внешка не всегда важна, по факту. Не всегда. Диеты и спорт творят чудеса. И даже если нет возможности привести себя в форму, то я не помню, чтобы Блэк Джека за это хаяли, Габена, Джорджи... Ну, это ты, конечно, Солик называешь, примеры. Мартина Сапковского. Прикиньте, да, у них проблемы с лишним весом, но это им не мешает быть известными и уважаемыми людьми во всем мире. Так что... Не, ну, да, да. Опять же, смотри, какие цели ты ставишь перед собой. Вот это вот... Какие конкретно? Вот, например, я не знаю, там, если ты ставишь целью стать моделью, ну, вот, окей, типа, да, то там есть определенные параметры, ты должен соответствовать. Типа, ты не сможешь как-то выглядеть, вот, там, не знаю, быть в форм каких-то непринятых, вот, в модельном бизнесе и быть моделью. Но только если нет категории такая какая-то, вот специально нет категории и специально под тебя, под такой, под такие формы, под твои. Но есть сферы, которые... В которых есть определенные ограничения по внешке. Ну, давайте, типа, это не отрицать. Много таких сфер, на самом деле. Много. Трансформация серого лебедя... Сейчас этого меньше становится. Сейчас как будто бы мы живем в эпоху, когда, типа, знаешь, вот эта вот грань какая-то стирается, да, даже в том же модельном бизнесе. То есть там какие-то уже совсем новые категории появляются модели. Не... Не... Вот эти вот стандарты, каких-то вне стандартов. Но, тем не менее, много сфер, которые... В которых внешка решает, так или иначе. Положительный поступок в самом начале истории служит только одному. Чтобы зритель максимально сильно проникнулся главным героем и стал отождествлять его с собой. Ведь... Блин, ну я тоже жир... Это же я. Неудачник, которого никто не любит. Но... Но я-то считаю, что я хороший, прям, как этот герой аниме. Блин, буду за ним следить. Да. Да, так и работать. Это задача большинства историй в мире. Только служит она не цели воспитать положительный категорию. Я не понимаю, к чему это аниме ведет. Вообще не понимаю, к чему. Ну, типа, ну вот он получил все так, так, и дальше. Дальше что, он будет страдать из-за этого или что? Чисто, а чтобы смотрящий вдыхал копиум. Копиум, это, по сути, мем, который говорит про самообман. Эдакая ложь во благо самому себе, чтобы оставаться в зоне комфорта. И вот именно поэтому мне вот эта вот история так противна. Единственная ее цель, чтобы какой-нибудь жалкий неудачник посмотрел на главного героя и сказал О, я-я-я. Погоди. В смысле неудачник? В смысле я. И самое тупое, что абсолютно все в этой истории служит этой задачей. Чтобы маленькие неудачники могли вдыхать копиум полной грудью и срать под себя дальше. И не поймите неправильно, нет проблемы рассказать историю изгоя. Так, таких историй вообще-то много. Вэш Ураган, Чоппер, Наруто. Есть много историй, где проблема именно во внешности. Взять хоть того же Квазимода. Господи, Горбун из Нотр-Дама. Я готов многое отдать, чтобы посмотреть на питчинг этого мульта. Радую вас приветствовать на собрании директоров Диснея. Хочу вам напомнить, что у нас в основном семейная аудитория. Поэтому я надеюсь, что ваша история будет понятна деятельность. Только анимации завез, да? Детям. А, да. В чем история? Представитель церкви хотел изнахиловывать цыганку, у него ничего не получилось, и он в гневе сжег нахуй весь Париж. Продана, мать твою. Беру. Беру, блядь. Разница лишь в том, что вопреки своему внешнему виду и положении в обществе эти персонажи заслужили, слышите, заслужили достойного к себе отношения. Они работали над собой, выходили за... Ну да, в анимешке он просто рандомно это получил. Просто я получил и получил, ну ладно. За пределы собственных возможностей, поэтому мы и хотим себя с ними ассоциировать. А эта отрыжка мне просто противна. Чел как был зябликом, так им и остался. Что он сделал для этого? Ничего. А он вообще не поменялся, что ли, после этого? И весь сериал, весь сюжет только и будет делать, чтобы потыкать ему самыми дебильными способами, которые только могут быть. Но перед этим нужно начать вести список женщин, которые будут вешаться ему на шею. Ну а что? Для качественного копиума обязательно должен быть... Да, это странно. Это очень странно, на самом деле. Ну, как бы... А и... Ну, а какие-то проблемы вообще у него в этом аниме будут? Или у него всё просто хорошо, и мы за этим наблюдаем? Рем, вы чего? Итак, спасённая девушка. Раз. Кстати, можете забыть про неё нафиг. Она в сюжете роли вообще никую не играет. Итак, наш герой попадает в элитную школу, которая, как обычная, но элитная. И при поступлении судит детей не по... Блин, ну, это на самом деле, да, странно. Было бы прикольно, если бы эта анимешка... Ну, во-первых, он бы внешне, допустим, не поменялся, он бы остался тем же. И как-то, ну, двигалась эта история именно с его оригинальной внешкой. Ну, хотя бы, как минимум. То есть, а потом он чего-то там достиг, я не знаю, как-то поменялся, преобразовался, ещё чего-то. Ну, то есть, как-то так. Так, а сейчас, получается, мы просто смотрим, ну, как бы, анимешку, где, типа, просто, ну, как бы... Просто он шкаф открыл, понимаете? Получил много денег, получил новую внешку, получил всех женщин. Это как будто какой-то другой типчик, который всё это придумывал, рисовал такой... Блин, это буду я. Я назову главного героя своим именем. И у меня будет всё в этом аниме. Всё. Так, погоди. Нравится тут реакция. А на Boosty их ещё больше. Там и аниме, и фнаф, и сериалы, и мультики. В общем, ещё много эксклюзивного контента от Восьмёркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом всё. Счастья, радости, удачи. По оценкам, а по решимости. Видимо, решимости богатых родителей отвалить много денег, и бы школа-то платная. Вы используете для сценарного клеп, ПВА, чел, у тебя всё в порядке. Как это стакается? К чему вот эти вот бравады о важности характера при поступлении, если, сука, школа платная? Каким бы ты не был решительным, ты туда не поступишь без денег. Тогда какой смысл вашей решимости? Господи, какое же это говнище. А чё ты вообще писал до этого? Ааа, плод эволюции. О, есть адаптация, ну-ка. Приключения фэнтези, романтика, гарем и сикай. Иссыкай. Гарем и сикай? Иссыкай я знаю, и сикай же это когда, типа, герой попадает в какую-то другую реальность, да, в другой мир. А гарем это чё? Это чё? Это чё за жанр такой? А ты прям... Да... Жирный парень попадает в фэнтези мир, где становится подкачанным, красивым обретает суперсилы и гарем из женщин. Подожди. Погодите. Чел. Я понимаю, что искусство это хороший способ эскапизма, но чел. Я, кажется, знаю, зачем тебе псевдонимы и отсутствие фотографии. Чтоб тебе никто физиономию не набил за эти безвкусные дизайны персонажей. Ну, то есть, серьёзно, этот дизайн брони явно нарушает несколько конвенций ООН. А чтобы не быть военным преступником на поприще художественного побоища, ты можешь освоить профессию как... Ооо, подъехала интеграция номер два. Угу. Ну да ладно. Вот он отучился один день в школе и блиин, как же ему там хорошо. И еда вкусная, и в портативку можно поиграть на перемене. И девушка... Не жизнь, а сказка. Даня позвала. Блин, как хорошо. А что-то плохое-то с ним вообще будет в этом аниме? Ну, что-то, проблем. Как это конфликт реальных. Что-нибудь. Брось, смотрим, аниме как... Просто хорошо ему. О нет, мы его теряем. Медсестра, что с ним? Копиума недостаточно, нужно больше активного вещества. Да ты стебёшься. Нюни приписали сценарный Хисаем, ему только очков, кадры не лижу. Я не дам ещё одному заморышу принять жестокую реальность бытия. Надо... Тогда придётся работать с очком. Да повыси дозировку копиума Немедленно. Да чтоб тебя. Монтажёр, срочно включи восхищённые реплики статистов, которые говорят о том же, какой же главный герой хороший и крутой. Ого, ничего себе красавчик. Блин, такой крутой. Он там. Хочу как быть он, как быть он. Хочу быть как он. Хочу как быть он. Такая милая парочка. Какой же он красивый. Какой же он красивый. Всё, всё. Нормально, нормально, нормально. Можно дальше существовать и жить. Он в стабильном состоянии. Ох, обошлось без очка в этот раз. Ладно, давайте продолжим просмотр. После свидания слюнявчик идёт в другой мир, где наряжается в классную броню для людей, у которых нет вкуса. И спасает там девушку. И вот сам этот факт подтверждает то, о чём я говорил. По лору его дом находится посреди мёртвого леса, где полно чудовища вообще там опасно. Поэтому именно там, недалеко от его хаты, он спасает от смерти принцессу здешних земель. Какого хрена? Конечно, принцесса. Она там забыла. Как она смогла оторваться от своих рыцарей? Вам никто не скажет. Блин, как будто бы школьник какой-то просто себе придумывает. Так вот сидит и фантазирует. Просто знаете, что вот это. Вот так было бы. Вот так было бы. Такой представляет свою школу, где как будто бы он заходит, такой супер-красавчик из BTS. И все вокруг такие, это он, смотри, какой он красивый. И все вот эти у вас одноклассницы или все знакомые, все друзья, они тоже им восхищаются, восторгаются. Он такой, сидит и мечтает об этом. А потом просыпается, берёт бутерброды со своей бутербродницей, которую мама приготовила, и передохает в школу. Это просто случилось, чтобы что? Пожалуйста, возьмите меня в жены. А вы думали, для чего ещё это нужно? Ну окей. Далее подгузник понимает, что у него нет одежды, для его супер-крутого, мега-накачанного тела. И он идёт в торгушку купить шмоток. И ноуэй. Крис не представляет. Все смотрят на него, какой же он крутой. Хотя, хочу, как быть он. Настолько, понимаешь, просто всё, всё у людей отнимается, что они даже говорить не могут. И что же там с ним случилось? Именно в этом месте известный журнал Куда они приходят, ребят? Куда они приходят? Везде фонтан, везде бассейн, если вы понимаете, что. Проводил фотосессию на тему я с красавчиком-бойфрендом. И боже мой, какая оказия. Тот самый красавчик так и не явился на фотосессию. И тогда фотограф решает сделать невероятное. Найти человека из толпы. И у вас нет никаких шансов догадаться, кого же они решили нанять. Конечно же, они выбрали нашу плаксу. Конечно же, фотографии получились великолепными. Конечно же, потому что с ним не бывает ничего невеликолепного, идеального. Конечно же, все девушки в округе им восхищались. И конечно же, когда она прижала... Не, ну это какая-то больная фантазия. ...к нему грудью он засмущался. Ну и да, совсем забыл. А потом пришел тот челик, начал приставать к девушке и плакс и его уложил одним броском. Крутое. За что получил овации. Крутое. Господи, я думал, что он не может быть круче, но он стал еще круче. Видите, именно этого им нужно. Господи, сколько же они от этого получают удовольствие. А он ведь ничего для этого не сделал. Я напомню, он просто стал крутым. Без ничего. Просто стал крутым стал. О, просто так. Мне противно на это. Не, ну это тупое аниме. Тупое, реально. Я сначала не понимал, о чем это. Теперь понятно, что это какая-то полная хрень. Я думал, что знаете, как будет. То есть, он типа обрел внешку, все остальное и дальше нам будут показывать, как он пытается ужиться, насколько там жизнь, допустим, для него отличается, но с какой-то иронией, с каким-то там типа сарказмом, не сарказмом, с каким-то интересным таким подходом, рассказом. То есть, как теперь вот он ему живет, как он справляется с этим, как он внутренне меняется из-за этого всего. А потом, возможно, оказывается, не знаю, какой-то твиз, типа внешне-то он не поменялся, не знаю, это оказывается ему виделось самому, что он внешне поменялся, понимаете, из-за этого он начал вести себя по-другому. А для всех остальных он выглядел так же, как всегда. Но при этом он реально изменился. В какой-то момент он в конце смотрит в зеркало и такой «А, это же был я! Все это время!» Ну, типа, знаете, что-нибудь прикольное было бы, я не знаю, ну, что-нибудь такое. А тут просто, тут просто какие-то влажные фантазии школьника. Смотреть. Вы, наверное, думаете, что... Это просто, ну, странно. Странно. Просто, типа, ну, посмотришь, допустим, одну серию, такой, о, прикольно, ладно, интересная завязка. Смотришь вторую серию, такой, эм, окей, это же к нему-то приведет. Смотришь третью серию и понимаешь, что ни к чему это не приведет. позвала его в королевство, но, учитывая, что ехать долго, он отказывается, ссылаясь на то, что сам приедет, но чуть попозже. В его же мире нас снова ждет лошадиная доза копиума. Во время футбола он спасает одноклассницу от летящего мяча. А знаете зачем? Какие удогадливые. После чего на школу нападают гопники, чтобы взять в заложники дочку директора и пересчитать он отобьет, он всех гопников напугает и выгонит, он как ван-дам, всех их всем им жепы надерет. А, ну и во главе разбоя стоят, само собой, его брат и сестра. Я так понимаю, это настолько элитная школа, что не подразумевает охранников. Как вы думаете, наказал ли он всех обидчиков? Каждого. Каждого. Да вы прям экстрасенсы, а не хотите записаться в британское бюро предсказаний? Но мне тут нравится другая сцена. Брат обидел главного гопника, тот взял его за шею и начал душить. В окружении полицейских. И тех... Видимо, все устраивало. Нормально все, что? Каждый день так. Класс. Знаете что? Да, он вмешался. Да, он остановил его в силу... Какой он крутой эти развороты, повороты его. Взгляда. Да, я не хочу рассказывать про это говно дальше. Также хочу отметить, что... Ну ничего, не волнуйся, Сорик, осталось всего 6 минут. Именно на 4 серии закончился бюджет. С приводливости ради, вот эти 4 серии были очень хорошо анимированы. Видно, что художники не просто так ели свой хлеб. Но начиная с 5 серии мы видим вот эту вот большую часть времени. Че, графену глаз попал? Ладно, вам не привыкать. Ладно, знаете что? Давайте чутка ускоримся, ибо смысла происходящего в каждой серии становится все меньше и меньше. Он переручил собаку и назвал ее Найтом. Это собак? Ну, потому что ночь звучит под дед инсайдовски. Снова помог людям, только чтобы прохожие сказали, какой же он крутой и красавчик, а как хорошо он смотрится с девушками. Мы снова его теряем, герой же 2 серии не становился в разы круче. Без причины сделай что-нибудь. А? Хорошо, персонаж, который говорит за кадром, потому что мне лень делать лишние рендеры. Он становится суперкрутым магом. Нет, не суперкрутым, он становится супердуперкрутым магом. Генералом всех магов. Что он для этого сделал? Командиром всей магии. Он придумал магию. Не важно. Он придумал магию. Он крутой. Он самый крутой. Круче тебя. Нашел книгу. Все. Типа люди не из волшебного мира, не могут обладать магией. Но вот эта вот книга дает всю магию в мире человеку, который ее нашел. Про это даже рассказывать скучно. А теперь представьте, как его это смотреть. Но в нашем мире он не отставал. Он с классом пошел за покупками. И конечно же, овладев магией, он научился выбивать все у одноруких бандитов. Хотя стойте, RS4, Savier Sol. Ой, это отсылки, отсылки, ребята, к реальности нашли. Хром, софтвер, обложка Elden Ring. Прикольно. Ладно. За отсылку на соус лайки можно поставить дополнительный балл. О, всезнающий камень. Покажи текущую оценку. Что там? Ноль. Минус пять. Ну, ноль. Нолик. Все еще ноль из десяти. Ты что, сука, в долги в лес? Дальше торгушка загорается, он при помощи сверхсил спасает пару одноклассников от пожара, а потом все стояли и хлопали. В другом мире он спасает еще одну девушку. Да-да-да-да-да-да-да, само собой. И вот вы, наверное, думаете, а есть ли границы копиума касательно вешения женщин на шею главного героя? Одним словом, лучше мужика, чем ты, ни на... Прошу вас... Ммм, да, повторять еще. О-о-о-о. Это аниме лучшее аниме в моей жизни, которое я делал и писал. В следующей серии их будет еще больше. Такой криш. Господи, ну реально, шкалерка будто писал это все. Возьми меня в жены! Да, парни, даже учителя не находятся в безопасности. Никто не в безопасности рядом с главным героем. Он слишком хорош. Надо было всего лишь выехать на свежий воздух. Кстати, знаете, зачем они это сделали? Чтобы главный герой смог спасти всех от... От медведя. Медведя. Тут должна была быть шутка про раковый мем, но я ее не придумал. Но зато авторы за... Это пи***ц. Зарофлили. Ведь по первому же звонку дочки директора его сделали сторожевым медведем. Но это как сторожевая собака. Но медведь. Сука, я это говно не изгол... Что? Главы взял, окей? С этого дня этого медведя сделает сторожевым. Как сторожевую собачку. Что? Какого хрена? Вы понимаете, насколько... А медведь спросил кто-нибудь? Он не против в целом? Только бесконфликтной получилась история. Ну, нет пострадавших. С повышением, господин медведь. С повышением. Поздравим этого медведя. Он растет. Карьерная лестница. Все дела. У всех все хорошо. Ноль последствий. Тупо ноль. Вот опять же, буквально следующая серия. Принцесса приезжает к затопню. На нее нападает та убийца, которую он спас. Принцесса назначает ее своей охранницей. Конфликт урегулирован. И они все вместе уезжают в замок. Все. Я никогда не думал, что скажу такое. Но кажется, всепрощающая сила дружбы это куда лучше сюжетный ход, чем отсутствие конфликтов в принципе. Ну и напоследок, авторы решили сорвать кран с баллона с копиумом. Его печатают на обложке журнала. Предлагают работать в индустрии. Блин, а он президентом мира станет в конце? 3. Он побеждает в спортивном ивенте. Он также отправляется на поклон к королю. Там спасает его от покушения. Как же хорош этот парень. А в конце он проснется со слюнями на диване каком-нибудь или на ковре. Весь в слюнях, в блевотине. И не знаю, может быть в смирительной рубашке, может в белых стенах вообще. Лечит убийцу от болезни, которая заставила его пойти на этот шаг. Побеждает главную злодейку. Да, сука. Но заяц крутой. Вот заяц реально крутой. Сука, конечно же, это молодая симпатичная девушка. Конечно же, он ее побеждает. Конечно же, она на него вешается. И, конечно же, он ей помогает устроиться в новой школе. Видит Бог. Если бы мне попросили выбрать между раскаленным свинцом в глаз или повторным просмотром этого шлака, я бы выбрал свинец. Понимаете, этот кал подарил мне новый опыт. Вот знаете, это ощущение, когда ты сидишь в очереди, в поликлинике, вы дезориентированы, из-за болезни. Везде такой странный, неприятный запах. Вокруг тебя такие же, как и ты, больные люди. Время тянется бесконечно долго. Ты все пытаешься не забыть, за кем занимаешь. Вспоминаешь, понимаешь, что его нет, забываешь, за кем стоял. Он. Ты вырубаешься из усталости, ты паникуешь, ты дезориентирован. Вот это примерно... Хорроры от Солика подъехали. То же самое, только я перед компом сидел и смотрел китайский мультик. Ибо в этом сюжете нет, сука. А это мультик все-таки или аниме? Аниме это все-таки только японские, получается, да, произведения. Или, ну, китайские произведения тоже можно называть аниме. Сюжета. Герой ни к чему не стремится, он просто плывет по течению. Никаких, я даже капсом напишу, никаких конфликтов в этом сериале нет. Конечной точки тоже нет, сюжетные линии. Ну, за этим просто неинтересно смотреть, да. А зачем? А что? Боже ты, сука мой, просто... Ну, ты просто как бы включаешь серию, и, окей, он в этой серии опять будет крутой, и все у него будет хорошо. В целом, даже лучше, чем в прошлой. Знаете, что их две? В нашем и волшебном мире, и они, сука, одинаковые. Что там он спасает влиятельную девушку, что тут спасает принцессу. Господи, если бы это говно было материи, то оно было бы вакуумом. Но в вакууме нет материи. Именно! Абсолютно весь сюжет, а я, сука, не преувеличиваю. Это сцена, где герой классный, ему все аплодируют, после чего идет ровно такая же сцена, где герой классный, и ему все аплодируют. Это буквально, сука, день сурка. Это хоррор. И все это так обильно накачано похвалой главного героя о том, какой же он классный и крутой. Ну, как будто бы, знаешь, это все должно закончиться реально тем, что он проснется где-то непонятно где в нормальном своем облике, в обычном, как вначале было показано. Может, его чем-то накачали, или, я не знаю, он сам в дурку попал, или какая-нибудь такая штука. То есть, как будто бы все вот чем-то таким должно закончиться, и как будто бы это аниме, знаете, даже по-другому. Где-то с середины, то есть, вот до середины, допустим, все должно идти вот так, как здесь описано, как Солик описывает. То есть, до буквально середины у него все круто, с каждой серией он все круче, все девчонки вешаются на него. И где-то какие-то маленькие детали появляются, на которые ты не обращаешь внимания, странности какие-то. Какие-то странности, там, может быть, что-то нестыковочки какие-то, ну и ладно, типа, все в целом у него круто, биси, он прям шикарный, все круче с каждой серией. Где-то с середины сезона начинаются какие-то глюканы, еще какая-то дичь, какие-то странности, странные поведения этих девчонок вокруг него, там, может быть, что-то меняется, окружение. И вот с каждой серии, допустим, пять серий до первая половина, все отлично, с каждой серией он все круче. И вот это вот, вот это аниме происходит, то, что мы сейчас видим, то, что Солик рассказывает. И следующие пять серий, с каждой серией все страшнее, и непонятнее, и сумбурнее, и хаотичнее все становится, наоборот. И в конце это все приводит к тому, что он оказывается вот где-то, почему-то, да, и может быть, им кто-то управляет, контролирует, может еще что-то, ну, то есть, как-то все это раскрывается в каком-то хоррорном, таком аспекте, твисте. И ты такой, твою мать, я типа думал, что это глупое какое-то аниме, которое пять серий, просто мне показывает, какой чел крутой, а потом, вон оно что, понимаешь, типа, наполовине где-то, все это вот так вот переворачивается. Вот это было бы шикарно, вот это было бы круто. Но тот-то прикол в том, что оно как первую половину такой, так и вторую еще хуже, такой же. Блин, а я посмотрел вот аниме, как первое, сказал, придумал. Есть какие-нибудь такие варианты интересные? Красивый, а он для этого ничего, ну-ка, не сделал. Это значит, когда каждый раз спрашиваешь так в ролике, а есть такие варианты, и люди скидывают какие-то в комментариях варианты, которые вообще не подходят по твоему описанию. Типа, ты описал вот такую какую-то идею, концепцию, и люди такие, блин, ну вот это, посмотри, оно точно такое же. И ты такой, ну там вообще другое, там вообще не то, о чем я говорил. Я думаю, здесь возможно такое же в комментариях. Но вы все равно скидывайте, может быть, кто-нибудь попадет. Дайте угадаю, я ничего не понимаю, это просто клише Сикаев, да? В аниме, где чел переродился в торговый автомат, индивидуальности больше. В торговый автомат, блядь, каюсь, грешен, иногда и меня заносит на такое. Так что я плюс-минус понимаю суть, если так можно назвать, жанра. Но даже там есть условный владыка демонов, которого надо победить. Ну или история полностью отдается приколам, вроде готовки или земледелию. Отчего она превращается в ASMR для мозга, от которого ты смотришь, откисаешь и сбываешь. Кайф. Иногда такое смотреть самое то. Но вот этот вот мусор... Окей, вот давайте проведем мысленный эксперимент. Возьмите вашего любимого персонажа из китайского мультика. В большинстве своем у него есть сверхсилы. Вот минусните чисто в голове у себя, что у него есть сверхсилы, и вы все еще сможете описать его характер и предпочтение... Я не знаю, у меня нет каких-то любимых китайских мультик. Я вообще не знаю, я видел китайские мультики, не смотри... Наверное, даже не смотрел и не видел. Потому что эта сука все еще будет живым персонажем. А глядя на это чучело, без его сверхсил, у меня всплывает только одно слово. Неудачник. А подобное тянется к подобному. Именно поэтому это аниме для неудачников. Все. Объяснил в конце название. Красавчик. Бам. Жуткие истории с телевизора. Вот этот ролик. Я упоминал сегодня, мы его смотрели. Интересно, интересно. Можешь посмотреть, реактивный канал есть. Там тоже... Там не тоже. Там полуторачасовой или двухчасовой вообще получился. Короче, ребята, собственно, вот такой вот анимешка. Такая вот анимешка для неудачников. Такой вот видос от Солика. Еще один. Ну, было интересно, конечно. Я еще раз повторюсь, если вам интересно подобное смотреть, этот Солика можем тоже иногда глядеть. Ссылочка на оригинал внизу. Стя лайк, комментарий, подпишись на канал. Конечно же, будет очень приятно, если вдруг еще подписки нет. Обязательно зайди в Телегу, потому что непонятно, что с Ютубом. И Телега наш с тобой способ быть на связи, не потеряться. Да, возможно, ты сейчас от многих это слышишь, но тем не менее, по факту так и есть. Ну и, собственно, существует бустик, где мы смотрим анимешки в том числе, мультфильмы, мультсериалы, фильмы. Сейчас Росомах смотрим. Ну, все же, Головоломка вторая вышла недавно. Короче, кучу всякого разного. И анимешки, и Гравити Фоллз, и много всего. В общем, все внизу. Все, родные. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Па!